Сейчас набережная Цесаревича живет своей привычной жизнью. Родители гуляют с детьми, кто-то катается на велосипедах, кто-то на роликах, но кто-то просто любуется видами акватории. Однако совсем скоро здесь развернется грандиозное действие. По крайней мере, так обещают организаторы первого краевого праздника выпускников Крылья Востока, который соберет в себе 11 тысяч участников со всех школ Приморья. Каждый выпускник 2018 года имеет право получить один пригласительный билет и еще один-два, ну в зависимости от его семейной ситуации, возможностей, еще до двух пригласительных билетов на своих родителей. То есть, соответственно, мы гипотетически ждем по три человека от каждого выпускника. Крылья Востока – первый подобный праздник в нашем регионе. Он сделан по образу алых парусов, но ни капли не повторяет их. Действо начнется в 19.00. Торжественное гуляние выпускников будет состоять из двух частей. Первая часть – концертная программа. В ней соберутся как федеральные исполнители, так и местные коллективы. Делают программу специалисты творческого центра ДВФУ. В ней также будут задействованы коллективы вузов и школ. Но все они лучшие в крае. По словам организаторов, программа сложная. Это будет не просто набор номеров. Также они хотят выразить идею достижения мечты и связать ее с названием праздника «Крылья Востока». Лазерное шоу также будет нести определенный смысл. Далее – световое шоу, которым занимаются специалисты из Москвы. Это самая сложная и дорогая часть программы. Оно начнется в 22.00. В акватории набережной между мостом и доками будут стоять водные экраны. 85-й плавучий док, где стоит подлодка, тоже будет задействован. Ну а в 22.30 жители и гости Владивостока, а главное – выпускники и их родители, станут свидетелями необычного фейерверка. Это станет финальной точкой праздника. Мероприятия «Крылья Востока» совмещены с празднованием дня рождения города Владивостока, который тоже 30 июня. Совмещаются они в том числе и хронологически. Мы одновременно заканчиваем концертные программы. То есть концертная программа, посвященная Дню города, финиширует на центральной площади в 22 часа. А мы, напомню, завершаем свою концертную программу на набережной Царевичей. Получается, что наш фейерверк, который идет после светового шоу, является общим фейерверком для двух событий. Остается надеяться, что боги природы будут добры. Ведь, по словам организаторов, если будет хорошая погода, то гостями праздника, а это выпускники, их родители, учителя и просто жители и гости Владивостока, станут 25-30 тысяч человек. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Новости на восьмом.